Устройство у нас тут STM32 микроконтроллер, акселерометр, гироскоп, датчик давления и компас. Сейчас как бы работает через отладку и вот так выглядит график. Получается это у нас значение акселерометра по оси X, значение акселерометра по оси Y, значение акселерометра по оси Z. Значение гироскопа по оси X, Y, Z. Вот это компас у нас в градусах. Что у нас происходит? Плата собрана на макетке, сейчас я попробую просто постучать по столу и посмотрим как будет реагировать акселерометр. Первые три колонки слева и гироскоп 3. Стучу по столу с расстояния 5 сантиметров кулаком. То есть видно, что по оси Z реагирует акселерометр очень сильно. Гироскоп шумит, но тоже видно, что он на эти дела реагирует. Плюс еще, когда яму мы объезжаем, мы скорее всего будем выворачивать рулем, поэтому дополнительно будет еще срабатывать компас на смену направления. Вот видно, что я кручу плата и мы сейчас смотрим на изменения последней оси. Это у нас компас. Как раз он сейчас переходит в значение 360 градусов, поэтому столбик меняется. Если там поворачивать плотнее, то видно, что градус меняется. Я думаю, что... Кстати, вот гироскоп тоже на это дело реагирует. В общем, такими вот семью показателями, я думаю, можно ловить ямы. Единственное, что надо еще посмотреть на гироскоп. Гироскоп очень шумит. Причем шумит не только у меня, а шумит и у остальных людей, которые пишут про него в интернете. Надо будет какой-то софтварный фильтр писать под него, чтобы отсеять просто вот эти выстрелы. Выстрелы, которые в нем происходят произвольно. Вот так.